Приветствую вас, друзья! У нас сегодня новая новость, очень важная. Чехия ужесточает условия въезда для жителей и туристов, поэтому сегодня будем говорить об этой новости. Значит, что произошло? Министерство здравоохранения Чехии ужесточает условия въезда в страну. Мера будет направлена на новую борьбу с новым штаммом коронавируса Omicron. Поэтому уже сообщили об этой новости на официальном сайте и будут действовать новые правила. Значит, новые правила пересечения границы для иностранных туристов вступят в силу 27 декабря, тогда как для чешских граждан и проживающих в республике иностранцев с долговременной визой ВНЖ или ПМЖ это произойдет позднее, с 3 января 2022 года. Значит, что, ребят, будет? Я специально делаю для вас скрин экрана, чтобы вы тоже могли это все почитать и увидеть. Значит, с этих дат, с 27 декабря для туристов и с 3 января 2022 года для всех абсолютно, то есть и граждан, и Чехии, и ВНЖ, и просто долговосрочная виза, и ПМЖ, и рабочая карта. Короче, все-все-все, неважно, чтобы вы не задавали там вопросы и не писали в комментариях, для нас можно или для нас нельзя, там у меня такая виза, такая виза. Короче, всех абсолютно. Значит, что будет? Отрицательный ПЦР-тест станет обязательным условием въезда в Чехию, независимо от того, из какой страны возвращается путешественник, ну, либо, опять же, человек, который имеет долгосрочную визу в Чехии. Даже если речь идет о зеленых или оранжевых государствах, то есть те страны, в которых низкий уровень заражаемости коронавируса, ПЦР-тест все равно потребуется, то есть его нужно иметь обязательно. ПЦР-тест при въезде в Чехию будут обязаны предъявить в том числе вакцинированные и переболевшие коронавирусом люди. Так что, ребят, у кого тоже есть вакцинация уже, неважно какая, все равно нужно будет делать дополнительный тест. Исключение в этом случае делает только для обладателей третьей дозы прививки. В Чехии она вот стартует уже для людей с 30+, с 27 как раз декабря, и постарше люди уже вакцинируются третьей прививкой, поэтому нужно, чтобы было 3 дозы, тогда ПЦР делать не нужно. Также исключение для детей до 12 лет и привитых двумя дозами подростков в возрасте 12 до 18 лет. Дальше идем к непривитым жителям Чехии. При возвращении в страну, помимо предъявления ПЦР-теста на границе, потребуется сдать второй ПЦР-тест между пятым и седьмым днем после возвращения, независимо от того, из какой страны они вернулись. То есть, те люди, которые не хотят вакцинироваться, сдают сначала один тест перед возвращением в Чехию, и уже второй тест между пятым и седьмым днем. Помимо этого всего, для всех путешественников также сохраняется обязанность заполнения въездного формуляра. Ну и дополнительную информацию можно найти на сайте Минздрава. Ссылочку я оставлю под видео. Друзья, вот такая вот новость. Кто будет ехать, обязательно пишите, спрашивали или не спрашивали эти тесты, проверяли формуляры, не проверяли. Это очень важно, очень нужно, чтобы понимать вообще эту картинку всю, в общем, практику и теорию. Так что такая вот новость. Я не знаю, хорошая она или плохая. Я, наверное, больше плохая, потому что это будут дополнительные растраты. По поводу людей, которые живут в Чехии, имеют ВНЖ, ПМЖ и сами чехи, я не знаю, честно, тесты эти будут бесплатные или платные. Наверное, все-таки бесплатные для тех, кто вакцинирован, а для тех, кто не вакцинирован, это уже нужно уточнять. Я, честно, не стану говорить и утверждать, что там будет платно или бесплатно. Поэтому для украинцев, которые будут ехать по рабочим визам, обязательно, ребят, по рабочим визам имеется в виду трехмесячным. Те, кто не вакцинирован, тоже вакцинированные, тесты, конечно, нужно будет делать обязательно с английским переводом, наверное, потому что чешский вряд ли вам предоставят в сертифицированных лабораториях. Это все нужно тоже уточнять, смотреть и уже предъявлять. Так что делитесь информацией, пишите обязательно в комментариях, поддержите это видео лайков, чтобы максимум людей увидело эту информацию и могли уже понимать, с какими документами, с какими тестами им нужно ехать уже непосредственно на границу. У меня на этом все. Всем удачи и спасибо за просмотры. До новых встреч. Пока-пока.